Очень часто пациенты ко мне обращаются с такой проблемой, которая называется ухо, горло, нос. Недаром объединили у нас эту тему, потому что если есть проблема в ухе, то есть проблема в носе обязательно, есть проблема еще и в глазах, тут бы еще и глазного доктора присоединить, потому что мы все едины. Итак, посмотрите, когда мы с вами смотрим кровоснабжение уха, потому что в данный момент пациенту больше всего беспокоит грибок в ушах, а появился он сколько лет назад? С 12-го года, то есть 8 лет назад у нас появился грибок в ушной раковине и доселе с ним не справится. Кожный доктор смотрел? Смотрел, но мы что-то влажим, то есть в уши, а все равно все возвращается. И опять все возвращается, да? Возвращается, да. Если у нас нет местного, как мы говорим, иммунитета и имеется застой болота в кровоснабжении уха, значит там будут сидеть грибы, которым нужно застойное, закисленное местечко. Посмотрите внимательно, что у нас написано. Лимфоотток из барабанной полости идет в ретрофаренгиальные и глубокие шейные лимфатические узлы. То есть мы говорим, если у нас в шейной области затор, в области надключичный и подключичный затор, где уходит лимфа в вену, то у нас не будет активного венозного и артериального кровоснабжения участков кожи. Поэтому еще раз, ухо зависит, кровоснабжение его, слух зависит от глубоких лимфатических узлов ретрофаренгиальных и шейных. Значит начинаем стандартно, открываем крышку унитаза, затем поднимаемся вверх, обязательно делаем УЗИ, несмотря на то, что у вас проблема уха, слуха, проблема носа, вы обязательно должны сделать УЗИ сосудов шеи и головы. Наша пациентка это сделала, но на это не обратили внимания. Если у вас эти исследования есть, мы должны их поднять, для того, чтобы сейчас посмотреть, в каком направлении нам эффективно работать лимфатическим массажем. И вот мы сейчас с вами начнем отрабатывать венозную зону, артериальную зону через лимфатические узлы, которые у нас сдавливают сосуды. Посмотрим еще вот сюда внимательно. Вот так мы с вами видим. Если увеличены лимфатические узлы шейны, значит кровоснабжение артериальное и венозное, ухо, мозга, носа, глаза будут нарушены. Поэтому у большинства, у 90% вот в этом удивительном местечке, венозный угол называется, имеется механическое сдавление увеличенными застойными лимфатическими узлами. А наша думала, а дама, что это жир. А это застойная лимфа, подкожно-жировая клетчатка, конечно, она содержит и жир, но у нас с вами нужно убрать вот этот затор. Потому что уже сегодня, вот мы сделали сейчас эти движения, как голова почувствовала, в каком месте голова у нас ощутилась, что стало полегче голове? Затылок разгрузился, посмотрите, затылочный лимфатический узел. С левой стороны больше затылочный лимфатический узел очистил? Да, с левой. С левой стороны. Мы говорим, пока затор в шейном отделе, значит у нас будут сдавлены сосуды затылочные, поверхностные и глубокие. Мы с вами массажем работаем сначала по поверхностным лимфатическим узлам, убираем затор, чтобы не было ощущений в голове, а потом убираем уже глубокий. Итак, самое важное местечко у нас, вот посмотрите, пожалуйста, одну стороночку мы возьмем, начинаем с левой стороны, у нас здесь правая, ничего страшного. Мы видим, вот это место у нас застойное, вот эта шишечка появилась, и вроде даже не заметили когда. Поэтому ищем местечко венозного уголка. Вот я, начиная от плечевой зоны, иду по ключице и нахожу то, что мы сегодня открыли у нашей дамы, что вот этот лимфостаз вот здесь настолько приподнимает ключицу, что она со временем начинает вот так вот смещаться вверх у нас. И некоторые пациенты уже имеют механическое передавливание, Танюш, сонных артерий, вен, уже и лимфатическими узлами, и самой ключицей. Вот до такой степени. Наша задача это не допустить. Поэтому мы идем по ключичке, находим краешек ключички, вот у нас краешек ключички, да? Здесь над ним находится углубление, ставим свой пальчик на углубление, и начинаем работать, как будто мы работаем по коктейльной трубочке. Вот я сейчас сразу показываю нашу коктейльную трубочку. Это у нас лимфатический сосуд. И значит, если мы не передавливаем эту трубочку здесь, у нас отток лимфы пошел в вену. Если мы сразу вот здесь сдавили, что большинство и делает, вот эта ошибка у нас, значит у нас ни оттока по сонным артериям и венам не будет идти, ни плечо не будет разгружаться, и еще и ни грудной лимфатический проток не будет разрушаться. Право, и значит мы поэтому с вами что делаем? Мы с вами открываем вот это местечко, вот я могу три пальчика поставить, да? И прорабатываю как? Напряжение, расслабление. Идем вдоль коктейльной трубочки. Не боже упаси передавить, да? Когда мы здесь работали, все было спокойно. Но когда я пальчики поставила на сонные, артерию вену поставила, и начала отрабатывать сверху вниз, сразу первое ощущение появилось. Где у нас? В голове вот здесь. Сразу в темечке головы появилось. Значит мы говорим, вот здесь вот сужены сосуды, это показывает и исследование на УЗИ, и это мы должны убирать сколько там, сколько держать. Как проясниться там? И мы молодцы. Ну не прояснилось сегодня, завтра проясниться, послезавтра, но каждый день надо контролировать вот этот удивительный венозный угол, который отвечает за атеросклероз сосудов головы, который позволяет кровоснабжать ухо, потому что мы сейчас подойдем к уху. Значит, я вам всегда показываю вот это движение. Сначала пальчиками уголок открыли, теперь проработали напряжение, расслабление, напряжение, расслабление, стараясь не передавить коктейльную трубочку. Вот таким образом. Опять сколько? Чтобы ощущение было комфорта. Затем отработали шейные лимфатические узлы. В шейные лимфатические узлы ушко у нас разгружается. Так мы в учебнике прочитали, да? Да. Теперь непосредственно фарингеальные лимфатические узлы. Вот мы аж сюда с вами приходим выше. А теперь удивительное движение, которое я называю рогатка, да? Положили, прилипли, не дали и начинаем убирать. Напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. И все вместе это стащили куда? В венозный угол. Если что-то здесь ухудшается, мы тогда с вами опять начинаем снизу, вдоль шейки, затем под ушко и отводим от ушка за стойную лимфу. И только потом, Танюш, мы начинаем работать с носогубной веткой. Вот сюда, юбером. Опять носогубная ветка разгружается примерно серединкой шеи. И можем еще добавить работа с пульсацией. То есть вот я сейчас пальчик поставила и ищу пульсовую волну. Где она, пульсовая волна? Очень труднопробиваемая пульсовая волна. Это показатель лимфостаза. Поэтому пальчики поставила, потихонечку ищу, где тут у нас пульсация в лимфе идет. Нет, значит, просто проработала это местечко и постараемся в будущем найти здесь пульсовую волну и ее отработать. Подержать хотя бы 21 раз на пульсе. Если мы держим на пульсовой волне свои пальцы, значит, мы мышечную стенку сосудов заставляем кровоснабжать более все наши органы, идущие дальше за сосудом. Мышечная стенка работает активнее. Вот я сейчас ищу. И вот нашла пульсовую волну. Танюш, нашли мы пульсовую волну? Нашли. И сейчас начинаем диагностировать по пульсу вот здесь. Какое местечко в голове у нас отвечает? Не давим. Мы на коктейльной трубочке с вами стоим. Просто держу и считаю пульс. Где у нас ответила голова? Не почувствовала еще. Еще не почувствовала. Это значит, мы не отработали пульсовую волну, достаточно не убрав здесь лимфостаз. Так, вот сейчас, наверное, пошло ощущаться. Вот это местечко. Затылок больше, Танюш. Темечко. Оп. Вот мы и попали. Значит, Танюш, отрабатываем ушко и через пульсовую волну, и непосредственно устраняя лимфостаз. До хорошего всем нам слуха. Поможет нам незастойное ухо. Да? Это точно. Отлично, отлично. Отлично.